Это Матфея, 16 глава, с 13 по 20 стихи. Давайте вместе почитаем эти стихи. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию». Или же за одного из пророков. Он сказал им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это». «Но Отец Мой, который на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы — благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем те пустынные наследия, которые Бог нам дал с вами, чтобы превратить их действительно в благословенные места. Бог нас призвал, и Божье желание всегда — это благословлять. Божье желание — это исцелять, давать силу. Но Бог это может делать, Он всемогущий Бог, но Бог это может делать тогда, когда мы позволяем Богу, когда мы впускаем Его в свое сердце, когда впускаем Его в свою жизнь, когда разрешаем Богу действовать внутри нас, когда мы другими словами подчиняем себя Слову Божьему. Поэтому, что нам важно с вами? Чтобы мы не за свое что-то держались. То, что мы думаем, это мое. Потому что все равно все, за что мы держимся в нашей жизни, это чьи-то слова. И либо же мы верим чьим-то словам, либо же мы верим Слову Господа. Поэтому Писание нам говорит, чтобы во Христе мы могли найти и наслаждаться тем, что уже нам дано. Потому что Бог по-настоящему, Он уже все дал нам, все приготовлено, что нужно нам сделать, нам нужно это все выявить и этим всем наслаждаться. Потому что в нашей жизни очень важно то, что какое содержание внутри нас есть, какие у нас мысли. И вот эти наши мысли, которые у нас есть, это результат того слова и тех слов, которые в нас есть, в нас были. То, что я слушал, то, что я читал, то, что я испытал в своей жизни вчера, формирует мое сегодняшнее мышление. И мое сегодняшнее мышление формирует уже те ответы, которые я либо же выявлю, либо же я не выявлю. Получается, формирует мое будущее. Естественно, даже если мы ошибаемся, даже если мы что-то не так делаем, конечно же, Бог не допустит чего-то того, что сверх нашей силы или может действительно повредить нашу душу. Но важно, чтобы мы действительно не страдали на этой земле, чтобы мы руководствовались не теми твердынями, которые запечатлены в нас, которые дьявол использует, чтобы нас приводить к падению, чтобы мы также упускали благословение, которое Бог нам дал. Потому что в действительности мы часто замечаем, что да, у нас есть, мы впадаем в конфликты. Мы также всегда... В Корее есть такое слово, даже особенное такое, нунчи. Нунчи — это как бы в себя включает и смекалку, то есть оценивать ситуацию и понимать, как бы интуитивно понимать, что человек по-настоящему хочет сказать. Потому что в Корее они прямо... в Корее люди прямо не говорят друг другу что-то. Они всегда это красивую такую обертку заворачивают, чтобы это звучало как будто бы хорошо, но если... но как бы понимая вот это вот, иметь вот это вот, нунчи вот эти вот это, то есть иметь вот эту смекалку, понимать, что действительно этот человек хочет сказать. Поэтому люди по-настоящему, особенно мы видим это в Корее, конечно, что мы выжимаем в Корее, то есть убивают друг друга словом, убивают друг друга, но это не прямо вот так вот как ссорятся там или как-то какие-то прямо вот так что-то говорят, а все это скрывают, и это поэтому еще хуже даже, потому что это проникает внутрь, в душу, в сердце, потому что когда просто так кричат, злость как бы какую-то свою агрессию проявляют, то это одно. И в Тегу в чем-то хорошо, что люди как-то не сильно это все скрывают, то есть если разозлились, сразу это как-то кричат, говорят, но очень многие это слишком. Поэтому нам с вами важно исцеляться от вот этого всего, от всех наших характеров, привычек, культуры, в которой мы живем. И как это возможно? Сказано в Яна 8 глава 32 стих, «Познать истину, и истина сделает нас свободными». Нам нужно свою жизнь подчинить Слову, потому что мы в любом случае подчиняем свою жизнь чему-то Слову. Мы живем по каким-то идеям, по каким-то философиям, выбираем себе какое-то знание, что-то вот, под что мы решили, что вот если буду делать вот так, вот таким образом, то это приведет меня, то есть какие-то стандарты, какие-то установки делаем для себя. но очень часто это не очень часто это в итоге становится как бы нашей ловушкой, потому что если это не Слово Божье, то это и будет не будет по-настоящему истинной силы, счастья и свободы. Поэтому нам, ну, подчинив себя Слову Божьему, удивительно, но мы увидим, что мы сможем найти самих себя. И вот здесь, с чего это все начинается, вот такая жизнь, когда мы познаем истину, начинается с исповедания, что ты Христос, Сын Бога Живого, с исповедания, что Бог, я еще не знаю, не могу, не умею, но я хочу, чтобы Христос стал действительно моим Господом, хозяином моей жизни. И это ничего в этом такого слова страшного или плохого нет, потому что у нас есть, может быть, наши мысли, связанные с радостью, с рабством или еще с чем-то, но, то есть, Иисус действительно, мы ведь говорим это слово Господь, но мы просто не понимаем, что действительно, мы как бы говорим это, но Он не есть нашим по-настоящему Господом. Но что важно? Важно исповедать это, важно это сказать, чтобы Бог начал работать в моем сердце, менять, менять мое сердце. И вот это вот само исповедание даже, как вот Петр, он это исповедовал не потому, что он действительно полностью понимал, осознавал, кто такой Христос, что такое Христос. Но Бог дал ему благодать это исповедать. И вот в нашей жизни тоже мы начали уже, мы это сделали, мы решили, что, да, я хочу, чтобы последовать за Богом. Я хочу, чтобы Он решил проблемы моей жизни, которые я не могу решить. А может быть, просто у нас какая-то была, как мы думаем, оказалась вера, вера, которая появилась в моем сердце, что какая-то вера, которая дает мне силу доверить свою жизнь Богу, то есть последовать Слову Божьему, не последовать словам людей, а последовать Слову Бога. И вот это исповедание «Ты Христос, ты Мессия», то есть ты тот, в ком есть ответ на проблемы, которые есть в моей жизни, в ком есть ответ не только на проблемы моей жизни, а на проблемы этого мира. И вот это по-настоящему понимание и познание Бога, потому что до принятия Христа мы знаем о Боге, но когда мы уже принимаем Христа, мы уже начинаем познавать Бога, и мы тогда начинаем уже после этого понимать, кто мы есть по-настоящему самих себя. Поэтому познание Христа важно, чтобы действительно вот это Слово, оно проникло в наши сердца. Поэтому первое, что важно нам сегодня посмотреть, это что действительно означает это Слово «Иисус есть Христос». И понять, кто мы есть, как Бог смотрит на нас, кто уже мы с вами. Если мы исповедуем Иисус, ты есть Христос, ты мой Господь, то есть я верю в то, что ты Христос, что ты Мессия. Это означает я верю и я принимаю тебя. И значит, с того момента что происходит? Мы становимся уже Церковью Божьей. Мы становимся телом Христа. То есть сказано в Писании, что Христос это Церковь это как тело, Христос это как голова, как глава Церкви. И поэтому каждый из нас, мы с вами, становимся Храмом Божьим. И что начинает Бог делать? Он сказал, что я построю Церковь Свою, ты, Петр, ты камень, я построю Церковь Свою, врата, а то не одолеют тебя. То есть мы с вами становимся тем домом, как бы домом, в котором обитает Бог. мы есть тело Христа. И вот когда Иисус сказал, я построю Церковь Свою, Петр, ты камень, то есть на вот этом исповедании, что ты Христос, Сын Бога Живого, на вере в том, что Христос есть Господь и принятие Иисуса Христа как Господа, как своего Господа, осознание, что мы все, я лично и все мы есть тело Христа. Вот важно, на чем мы строим нашу жизнь. Либо же мы Церковь, которая стоит на камне, либо же мы строим на чем-то другом, не на Христе, не на исповедании, не на том осознании, что мы есть Церковь и Храм Бога. И получается, тогда мы строим на песке, потому что все бы, что ни было, какая бы идеология, какая бы религия, какая бы философия, на чем бы мы, может быть, это мои мысли, мы думаем, это мои мысли, это я так думаю, но мои мысли, откуда они взялись? Тоже от слова какого-то, от чьих-то слов. Это книги, это, неважно, лекции, это то, как люди вокруг меня живут, но они тоже следуют какому-то слову, то есть их поведение, их поведение оно формируется, их идеи, взгляд формируется ценностями, ценностями, которые заложены в культуре, в образе жизни этих людей, а они исходят, соответственно, от, формируются определенным словом, это может быть философия, идеология, религия, это может быть что-то, что даже люди не говорят, что это философия, религия, идеология, но это так и есть, то есть это определенный, определенная информация, определенное знание, и вот поэтому если мы строим это все, мы думаем по своим мыслям, так как я хочу, то это и есть подобно тому, как Вилонская башня, это и есть жизнь подобно тому, как жизнь исполинов, то есть получать руководство злых духов, поэтому важно, чтобы мы с вами действительно осознали, что мы есть храм Божий, что мы есть церковь, это означает мы тело Господне, и это означает Христос, это глава церкви, и чтобы мы себя скажем так, подчиняли Слову Божьему, то есть доверили себя Слову Божьему, чтобы мы, когда мы делаем какие-то мысли, мыслим о чем-то, думаем о чем-то, чтобы мы руководствовались Словом, которое Бог дает, через Слово выявляли, что внутри меня есть, если это что-то, то, что Слово Божье говорит, это грех, или это что-то не то, тогда, чтобы это удалить из своих сердец, каким образом? Исповедав это перед Господа, попросив Господа наполнить себя, очистить себя, вот иначе, если не так, что будет происходить? Мы будем впадать в конфликты, впадать в искушения, и мы не сможем наслаждаться победой, мы будем страдать таким образом, потому что тогда я не... вот это то, что мы говорим, как бы есть слабость какая-то, моя... в чем-то есть какая-то слабость, и дьявол это хорошо знает, поэтому он будет ожидать, когда атаковать, когда использовать вот эту мою слабость, для чего? Для того, чтобы разрушать взаимоотношения с людьми, для того, чтобы также разрушать, не давать, чтобы созидалось что-то в моей жизни, поэтому нам нужно, даже у веры в Иисуса Христа, мы все равно можем продолжать жизнь вот такой-то религиозной жизнью, жить по своим мыслям, жить по твердыням, твердыни, которые внутри нас устоялись, то есть что-то, что запечатлилось, какой-то образ мыслей, какой-то опыт прошлого, это настолько много всего на нашу, на нас самих, на формирование нас как личности влияет, и мы уже просто, так как это уже, может быть, даже когда еще мы в сознании, когда мы еще как бы детьми были, когда даже наше сознание еще не сформировалось, но уже что-то в нас, в наше подсознание зашло, и мы, получается, сами того не осознавая, руководствуемся и поступаем, и живем, поддаваясь влиянию того, что у нас, в нашей душе, есть то, что мы говорим научными словами, подсознанием, но нам нужно, чтобы просветил Бог словом своим нас, как в первой, первой главе Иоанна, в Евангелии Иоанна, тогда мы сможем видеть себя, видеть действительно правильно этот мир, и тогда врата ада не одолеют нас, и много есть примеров в жизни, примеров разных людей, которые смогли наслаждаться силой этой Божьей, и слабости их не могли их победить, недостатки не могли привести к поражению духовные проблемы, которые внутри них не смогли победить их, и ни неверующие люди, ни духовные проблемы не смогли привести к разрушению жизни. И один из таких примеров это Кросби, которая действительно столько оставила после себя духовного наследия, которое помогает и сейчас даже нам, даже гимны, которые она написала, они настолько сильны, вдохновляющие, сильные, настолько исповедуют ту веру и ту надежду на Господа, что несмотря на то, что она не могла видеть физическими глазами, эти гимны, даже когда мы их читаем, они просвещают наши духовные глаза, они помогают нам, потому что это гимны, это те, это как исповедание наше, когда мы сами, может быть, не можем, мы стесняемся, либо же мы по каким-то разным причинам не можем исповедать Господа, Иисуса Христа своим Господом, не можем доверить свое сердце просто своими словами это сказать, то прославляя через эти гимны, мы, может быть, даже сами по себе не понимая, не осознавая это, мы как бы исповедуем это. у нас очень много разных даже комплексов таких есть, такое слово комплекс, да, это, то есть, что-то, что меня связывает, это определенная психологическая барьер какой-то, психологическая стена, травма, что-то может быть, какой-то комплекс, что не позволяет мне, даже если я чувствую внутри себя, мне это будет хорошо, если я буду так делать, или это хорошо сказать, так, но это может быть как стеснение, мы можем стесняться что-то делать, то есть, вот эти комплексы, они препятствуют нам быть теми, кто мы действительно есть, но, если мы будем действительно впускать Слово Божье в свою жизнь, если мы будем, почему важно, почему важно собираться вместе как церковь, почему важно прославлять Бога, потому что в этот момент мы превосходим свои немощи, свои недостатки, и мы можем иметь время исповедания, и вот тогда вот эти все даже комплексы, которые в нас есть, Бог, Он будет исцелять их, либо же Он, зная это все, Он будет это все использовать все равно так, чтобы совершались дела Божьи великие, поэтому вот важно наслаждаться Евангелием, наслаждаться Евангелием это означает наслаждаться тем, доверить свою жизнь Богу, знать, что Бог любит меня, что Он даже знает меня, какие у меня внутри, что бы ни было, Он не осуждает меня, Он лишь хочет, чтобы я искренним был с Ним, чтобы я открывал свое сердце Ему, не стеснялся, не прятался, не закрывался листьями фиговыми, как есть такие, совершил что-то, не знаю что-то, так и есть говорить Богу все, и Бог будет очищать и давать силы, иначе дьявол будет нас опустошать и вести, поэтому не давать, давайте не жить в ловушке слов неверующих, давайте не жить в ловушке своих слов или чего-то еще, не пытаться оправдаться, что из-за кого-то, или из-за чего-то, или даже из-за самого себя, я чего-то не могу, давайте не будем позволять дьяволу нас держать в этой ловушке, давайте наслаждаться теми благословениями, которые Бог уже дал, посмотрите, после того, как Петр исповедовал Иисус Ты Христос, Сын Бога Живого, что сказал ему? Я даю тебе ключи Царства Небесного, поэтому, что означает Царство Божье? Что означает ключи Царства Небесного я тебе даю? Это означает власть, ключи-то не просто что-то, это означает дается власть, и ведь даже сказано дальше, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что развяжешь на земле, то будет развязано на небесах, та власть, которая вообще-то принадлежит Господу, потому что Иисус Христос сказал, мне дана всякая власть на небе и на земле, Он делегирует ее нам Он дает ее нам, чтобы мы Он доверяет нам свою власть Это и есть вот эта власть, власть молитвы Молитва это и есть Когда мы применяем эту власть во Христе Поэтому молитва это не просто какие-то наши просьбы Не мольбы какие-то Это тоже мы иногда делаем и иногда просим Поэтому и сказал Иисус Христос Ищите прежде Царства Божьего И вот эти все еда, вода, одежда Все-все-все вообще Все, что нужно на земле Это все приложится вам Наслаждайтесь благословениями и тайнами Божьими Которые Бог открывает нам Духом Святым Молитесь властью Благословляйте людей Делайте все то, что казалось бы Нелогично даже глазами мира Поэтому Иисус сказал Молитесь за начальство власти Благословляйте врагов ваших Не ненавидьте их Не проклинайте их А благословляйте их Делайте наоборот То, что делает мир И вы увидите Насколько действительно Меняется реальность физическая Потому что прежде всего Духовная реальность меняется Поэтому не стесняйтесь Не думайте Ни чуть ли не ловкость Не думайте Что бы это Какие-то комплексы не были Даже если вы будете думать А то я буду казаться Каким-то слабым Или глупым В глазах мира Нет Поступайте По Слову Божьему Даже если вы сами себе думаете Я предам Самого себя То есть как бы Не поступая Так как я Себе вот Внушил Что я вот такое Даже надо поступать Это вот так Мужчины поступают Или так там еще Кто-то поступает Думаете Я предам себя Нет Превзойдите это тоже Выявите ту миссию Которую Бог вам дал Будьте Теми Которыми Бог призвал вас Быть царственным священством Быть источниками Благословения В своих семьях Для своей страны Везде Попробуйте хотя бы Один раз в день Размышлять над этим И исповедовать Это хотя бы раз в день Что исповедовать? Исповедовать Иисуса Христа Своим Господом Посмотрите Первую апостольскую церковь Посмотрите Тех людей Которые собрались В горнице Марка Ничто не смогло Победить их Почему? Потому что мы видим результат Даже Римская империя Склонила колени Перед Господом И исповедала Иисуса Христа Господом Никто не смог Склонить Колени Только перед Господом Действительно Они склоняли колени У них не было Ни здания Церкви Никакого У них не было Каких-то Выдающихся личностей В собраниях верующих У них была Евангелия У них была миссия Которую Бог дал им И они были едины Одним сердцем Когда они собрались В горнице Марка И поэтому Врата Ат Они смогли победить Люди Иудеи Римляне Империя Они смогла победить Поэтому нам нужно Быть Как Иисус сказал Как Я и Отец Одно Едины в своем сердце Так и вы Будьте Едины Поэтому я благословляю Чтобы наша церковь Чтобы мы вместе Так же наслаждались Этим благословением Чтобы каждый из нас Нашел Свою миссию Потому что у каждого Из нас лично Есть особенная Миссия Которую Бог нам доверил И когда я эту миссию Свою выявлю Но эта миссия Не моя Негоцентричная Что-то Это миссия Которая связывает Меня с другими Людьми в церкви Потому что у каждого Есть своя личная миссия Как у каждого Органа в теле Как у каждого У каждой части тела Есть своя особенная миссия Но если мы Мы не сами по себе Существуем Так и сказано Что все мы части одного тела Все мы органы одного тела И у каждого Своя миссия И казалось бы Даже какая-то самая Неважная Ни что-то там особенное Но без этого органа Без этой части тела Тело не будет полноценным И не будет Не будет целым И каждая часть тела Служит Каждая Выполняя свою Одну миссию Служит другим Частью тела Вот давайте Вот это выявим Давайте будем Такими людьми Которые наслаждаются Единством Вот этим Наслаждаются тем Что мы одно тело В Иисусе Христе И иметь одно сердце Одну Одни мысли Поэтому Поэтому мы видим Что и в итоге Давайте посмотрим Второе Тимофея Третья глава Пятый стих Чтобы мы Чтобы мы С вами Когда мы видим Что Какими люди становятся Имеющие вид благочестия Силы же его отрекшиеся Таких Таковых удаляйтесь Чтобы мы с вами Не были Притворяющимися Что мы Церковь Притворяющимися Что мы Живем С Богом А сами По-настоящему По своим мыслям По своим мечтам По своим каким-то Желаниям Даже не мечтам А желаниям Живем Нам с вами Важно Не иметь Вид благочестия А действительно Быть людьми Которые наслаждаются Силой Божьей Чтобы быть Людьми Быть церковью Которая Церковью Которая действительно Есть телом Христа Которая есть Которая Признает Христа Своим Господом Потому что Во Христе Все Совершилось Слово Христос Само по себе Означает Что Все проблемы Решены И он это сказал На Христе Так же Иоанна 19 Глава 30 стих Он сказал Совершилось Что он совершил Те проблемы Он решил Ту проблему Которую невозможно Было решить Никаким образом Потому что Корень всех проблем Это что То что мы разделены С Богом Мы родились Разделенными С Богом Мы под властью Дьявола То есть Дьявола Который Власти судьбы И грех Который Также грехи Которые в нашей жизни Есть Вот это все Это невозможно Решить И это все То что Преуносит Все остальные Проблемы В нашу жизнь Поэтому Христа Достаточно Потому что Он решил Вот эту Проблему И все остальное Будет уже Решаться Потому что Будет меняться Наш взгляд На мир Будет меняться Наше содержание Внутреннее Мы будем уже Наслаждаться Плодами Духа Святого Поэтому Будет исцеление Происходить В нашей души В нашей жизни И всего вокруг нас Поэтому Мое Мое текущее состояние Моя жизнь Второе О чем мы Говорим Сегодня Это Исполнение Слова Божьего Моя жизнь Важна Чтобы находилась Внутри Совершения Слова Божьего И вот Нам важно Чтобы Действительно В нашей жизни Вот это Совершилось Потому что Что очень часто Что очень часто Происходит Мы Какие-то проблемы В нашу жизнь Приходят И мы начинаем думать Почему эти проблемы Пришли Почему Бог Допустил Эти проблемы Для меня Почему Нету ответов Почему Эти страдания Конечно же Здесь Здесь Опять-таки Мы можем Сказать Что Они Приходят Эти проблемы Часто Приходят Из-за того Что Это результат Как бы Того моего Образа Мыслей Того состояния Содержания Внутри Моей души Так же Эти проблемы Приходят Почему Потому что Есть люди Вокруг меня Которые Мы живем В мире Мы живем В мире Где Князем Мира сего Богом Мира сего Является Дьявол Это Так же Которые Ходят Как Рекущелев Которые Ища Кого Поглотить И так же Есть люди Которые Не Верующие Мы говорим То есть Не Приняли Бога И Естественно Они тоже Эгоцентричны И поэтому Из-за них Тоже Проблемы Могут Приходить Но В таких Случаях У Бога Есть Даже И когда Мы Ошиблись Или Когда Не Мы Ошиблись У Бога Есть Планы У Бога Есть Ответ Чтобы Эти Проблемы Решить И чтобы Это Чтобы Через Вот эти Вот эти Проблемы Бог Их Использует Для чего Во-первых Чтобы мы Исцелились Во-вторых Он использует И для того Чтобы Происходило Действие Спасения Этой земли Чтобы другие Люди Так же могли Услышать Евангелие Уверовать Поэтому Вот Что было Два примера Один из примеров Это когда Был С детства Был От Рождения Был Человек Который Был В болезни И ученики Спрашивали Это потому Что его Его грех Или его Родители Грехи Иисус Скал Что-то И не то И не другое Это чтобы Прославилось Имя Божье И еще один Пример Смотрите Мы смотрим В Марка Девятой Главе Когда Пришел Отец Ребенка Который Был Одержим Бесом С детства И Этот Бес Бросал Его То в огонь То в воду То И не могли Ученики Его изгнать И В итоге Когда мы Видим Что получилось Что Иисус Повелел И Этот Бес Ушел Из этого Ребенка И тогда Ученики Уже Что они Сказали Они Спросили У Иисуса Почему 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 То есть Почему Мы не могли Исцелить Почему Мы не могли Изгнать Этого Демона И Это Так же Случилось Почему Потому что Важно Чтобы Важно Чтобы мы С вами Действительно Поняли Чтобы Поменялось В тот момент Почему Это было Именно В жизни Этих Учеников Потому что Христос Хотел Чтобы Их акцент Был Не на Видимом Чем-то Даже Чтобы Не было Какой-то У них В жизни Не было Мысли Что они Какие-то Особенные Потому что Они Потому что Такие И Чтобы Не пришла Гордость В их сердце И чтобы Они не стали Себя превозносить Пред другими Людми Потому что Это не От нас Как и спасение Не по делам Нашим Чтобы мы Не хвалились И не гордились А потому что Это От Господа Все приходит И не с моей силой Не потому что Я так Особенно Почему важен Пост и молитва Потому что Тогда мы сможем Услышать Действительно Голос Божий Тогда мы сможем Прийти Пред Господом И понять Увидеть Свое состояние Увидеть 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 Реально Духовную Реальность Поэтому Вот Пост и молитва Вот это То что Иисус Христос Сказал Они сказали Почему мы Не могли И знак Него А он сказал Потому что Нужен пост и молитва Пост и молитва Нам важно Также Понимать Каким образом Поститься и молиться Например Мы что-то хотим Ответ какой-то получить И мы говорим Бог я не буду кушать Это забастовка Называется А не пост и молитва Когда мы Говорим Бог я не буду есть Не буду пить Дай мне ответ Это Это какой-то шантаж Бога получается И это пост и молитва Или Мы думаем Что все Я не буду сейчас кушать И что Не буду кушать Не буду пить Ничего не делать Только Молиться Иногда Конечно же Это Опять-таки Почему Бог В чем смысл Пост и молитва Это чтобы Конечно Мы сосредоточились На духовном Чтобы мы Не беспокоились О чем-то физическом Чтобы мы могли Услышать Бога Чтобы мы Могли Понять себя Чтобы мы Могли увидеть Вот эти духовные Связи Духовные Что и как Откуда исходит И приходит И куда это все идет И чтобы В итоге Чтобы мы Что могли понять Что Не я Управляю Не я Не я должен Управлять Своей жизнью А доверить Чтобы Бог Управлял Моей жизнью Чтобы Идти туда Куда Бог Желает Чтобы я шел И это все Возможно Выявить Каким образом Когда мы Можем Когда мы Можем Размышлять Над Словом Божьим Когда мы Можем Сосредоточиться На Слове Божьем Вот Когда мы Вначале Говорили Что Подчинить себя Слову Божьему То есть Это не означает Сесть и ничего Не делать И это не означает Быть как Не знаю Как раб Или как робот Опять-таки Мы ведь В любом случае Подчиняем себя Чьему-то слову Здесь важно Чтобы И мы У нас есть рана В отношении того Потому что Во многих странах Мы Наши страны Подчинялись Были истории В наших странах Когда мы Жили Были колонии Или Было Рабовладительское Какое-то строение Крепостническое право Как у нас В странах Когда Российская империя Была Например То есть У нас есть Какая-то вот эта рана В отношении того Чтобы Слушать Как бы Подчинять себя Слову Чьему-то слову И мы все время думаем Что я вот свободен Свободен должен быть Но По-настоящему Мы можем быть свободными И найти себя И нам нужно доверить Себя Богу Чтобы следовать за Богом Потому что нам нужно Сначала исцелиться Чтобы Мы сначала должны понять Увидеть Что то, что внутри меня есть Это действительно Я и мои мысли И это мое Либо же это что-то Что в меня проникло И я принимаю Это как свое Поэтому давайте Для начала Доверимся Богу И будем Просто делать По слову Божьему Как Бог говорит Чтобы Приобрести то, что Необходимо Внутри нас И избавиться От того, что Не нужно И тогда То, что нам Необходимо приобрести И положить в свое сердце Это в любом случае То, что есть Хорошим То, чего Недостает во мне Потому что мы родились Без Духа Божьего Правильно? Мы ведь родились Разделенными с Богом Поэтому Есть пустота Есть то, чего Не хватает Чтобы действительно Нам с вами Быть образом Божьим И вот это Это то, что делали Первая апостольская церковь Они Молились Они Доверили Свою жизнь В руки Бога И Они поступали По слову Божьему Так как Бог сказал Так как сказал То есть Они Действительно Бога Бога Исповедлив Как то, что Ифама сказал Ты Господь мой Бог мой То есть Действительно Хозяином жизни Хозяином своей жизни Господом своей жизни Исповедовали И Принимали Христа И тогда Что происходило Тогда Они могли Превозойти Все И себя И свои слабости И все Что бы в мире Не происходило Почему? Потому что Дух Святой Тогда наполнял их Поэтому Поэтому Они что сделали? Они когда услышали То слово Которое надо Они собрались Вместе И молились В горднице Марка Молились О чем? Сосредотачивались На этом слове Молились Чтобы Иметь благодать Следовать Чтобы иметь силу Следовать И делать Поступать По этому слову И тогда И совершилось То слово Которое Иисус сказал Что Вы будете Преисполнены Духом Святым Поэтому Деяния Первая глава Восьмой стих Говорит Что Иисус Что сказал Что вообще Видите Что Иисус Говорил Что вы примете силу Когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне Свидетелями В Иерусалиме Самарии Иудеи До края земли Он не сказал Идите Что то делайте Как бы Своими силами Что то Он сказал Вы будете Мне свидетелями Поэтому нам Важно Что делать Нам важно Наслаждаться Что значит Слово Наслаждаться То есть Это Понимать Кто есть Бог Понимать Кто есть Я Доверить Свою жизнь В руки Бога То есть Следовать Поступать По Слову Божьему И тогда Мы будем Видеть Как Действие Божье Происходить Будет Внутри меня На моих местах Действия Я буду Становиться Свидетелем Совершения Слова Божьего Будет все Происходить По Слову Божьему Как Бог Сказал Так и будет Поэтому Не по своему Поступать Не по привычкам Не по Культуре Не так Как этот мир Поступает А поступать По Слову Божьему Жить По Слову Божьему И тогда Придет Преисполнение Наполнение Духом Святым Поэтому Важно Вот это И есть Молитва Когда я Утром Проснувшись Имею Короткое Даже Время Чтобы Исповедовать Иисуса Христа Своим Господом Чтобы Настроить Свои мысли На то Чтобы Поступать По Слову Божьему Когда я Ищу Того Чтобы Дух Святой Вел Меня И это Действительно Если мы Действительно Это каждый День Делаем То Тогда Мы Будем Становиться Все больше И больше Свидетелями Того Что Как Бог Действует Мы Тогда Увидим Что Те Люди Которые С которыми Я работаю С которыми Я живу Рядом Бог Будет Так же Действовать Таким образом Чтобы Вот эта Физическая Реальность В которой Живу Чтобы Она Менялась Он Будет Действовать И в сердцах Тех Людей Которые Рядом Со мной Есть Или Не Рядом Даже Связанное Со мной И Бог Будет Таким образом Действовать Чтобы Действительно Те благословения Которые Он Приготовил Пришли В мою жизнь А для чего? Для того Чтобы Я мог Стать Источником Благословения Для других Людей Когда Мы Видим Апостола Павла Он Всегда Восхвалял Бога Что бы ни Случалось А он Сталкивался Постоянно С какими-то Трудностями Конечно Это Жизнь Павла Особенная И Он Специально Входил В трудности Даже То есть Он Специально Бросал Вызов Всему Что в этом Мире Происходило Всему Что казалось Нерациональным С точки зрения Людей Даже Когда Они Его Отговаривали Идти в Иерусалим Потому что Даже Пророки Говорили Тебя Споймают Побьют Тюрьму Посадят Там Еще Что-то Сделают А он Специально Шел Потому что Он Знал Что Бог Его Все равно Не Оставит Бог Все равно Его Вытянет Из любой Ситуации Которая Была И что Бог Это Все Будет Использовать Для того Чтобы Больше И больше Людей Еще Смогли Услышать Евангелие Потому что И поэтому Он Всегда Стался Благодарным Почему Потому что Он Понимал Что Почему Он Благодарным Не потому что Его там Побили И он Говорит Бог Спасибо Тебе За то Что Меня Побили Его Били Сколько Раз Камнями Его Убили Даже Бог Все равно Оживил Потому что Он Это Все Делал Зная Что Это Все Приносит Плод Какой Плод Что Это Помогает Тому Чтобы Люди Могли Чтобы Еще Хотя бы Одна Душа Уверовала В Иисуса Христа Приняла Иисуса Христа Как своего Господа И Спасителя Поэтому В 1 Коринфянам 2 глава 12 стих Сказано Мы приняли Не духа Миром Духа От Бога Чтобы Уразуметь И знать Что Нам Даровано От Бога А до Этого Там Сказано Что Не Слышало То Ухо Не Приходило На Ум Что Приготовил Бог Любящим Его Поэтому Давайте Наслаждаться Евангелием Которое Мы Имеем Давайте Открывать Что Бог Быть Чтобы Мы Могли С вами Быть На Том Месте Которое Бог Желает Чтобы Мы Даже Какие Проблемы Не Приходили В этих Проблемах Чтобы Мы Могли Выявить Тот Ответ Который Бог Уже Приготовил Потому Что У Бога Есть Ответ И Решение Для Всех Проблем Чтобы Силой